Первый прямой рейс в Сочи, кстати, первый за весь постсоветский период, казахстанская авиакомпания «СКАД» совершила накануне вечером. Новое международное сообщение свяжет Сочи не только с Актау, но и с такими крупными городами, как Алма-Ата, Астана, Чукмент, Атырау и Актюбинск. Минимальный тариф в одну сторону – 140 долларов. Время в пути – 1 час 50 минут. На первом рейсе прилетело около 100 пассажиров, что говорит о высоком потенциале данного направления. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю, по пятницам и по воскресеньям. Ну и, естественно, как вы отметили, при увеличении пассажиропотока, то есть их необходимо будет доводить до ежедневной частоты. Открытию авиасообщения способствовал приезд в Казахстан главы города Сочи, подчеркивают представители авиакомпании «СКАД». Решение было принято после презентации круглогодичного бальнеологического курорта, которую Анатолий Пахомов провел для казахстанских журналистов и туроператоров в рамках очередного инфотура. Естественно, что мы все будем делать, чтобы и Европа к нам поехала, тем более, что европейские страны хотят организовать туристические потоки. В октябре месяце именно Баден-Баден, то есть столица курортов Германии, нам организует такую же презентацию, как мы организовывали в Астане, в Алмате, с тем, чтобы туроператор из России смог организовать агентскую сеть в Германии, ну а дальше через Германию можем выходить и на другие страны. Пока же Сочи наладил прямые рейсы с Арменией, Ираном, Турцией и Тель-Авивом. Планируется восстановить авиасообщение из Грузии. Что же касается турпотока в Сочи в этом году, то в том числе благодаря и прямому авиасообщению с Казахстаном он увеличится до 6 миллионов 300 тысяч человек. Как мы все знаем, есть рейс, который летает в город Краснодар, но вместе с тем не совсем по горной дороге, не совсем удобно туристам из Краснодара потом добираться до города Сочи. Поэтому это совершенно правильное решение, что появится прямой рейс из Казахстана до Сочи. Это сократит транспортное время на передвижение и, соответственно, комфортное пребывание в город-курорт. Прямое авиасообщение с Казахстаном продлится до октября. Но учитывая любовь казахстанцев к горнолыжному спорту, рейс станет круглогодичным, уверены туроператоры. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.